У нас начался дождик. У меня такой красивый клематис. Я его купила, так он у меня еще толком не цвел. И вот после всех клематисов, вот это уже два цветочка было, еще два цветочка дал. Очень красивый, похож вот на эти флоксы. Вот эта вот гортензия мне не нравится. Может ее выбросить или посадить. Какая-то грязная вся. А вот лаймлайт нравится, хорошая. Ведро наломало гелениума поставила. А то у меня здесь пустая дыра обломала флоксы отцветшие. Получилась дырка. Думаю, дай ведро с цветами поставить. Остался клематис обрезать только вот этот, который вот здесь. Ну и, может быть, вот этот еще укорочу потом, пусть пока цветет. кабачки перестала рвать. Хочу на зиму, чтобы они выросли с твердой кожурой и на хранение. Потому что вот эту плантацию мне надо освобождать скоро. Здесь будет у меня чеснок и на следующий год тут будет лук и морковка еще. На этой маленькой плантации их хватит. А там два кабачка позже посажены. Ну, посмотрю. Тоже пусть уже растут большие. Потому что таких средненьких я уже много поснимала и они уже начинают портиться. Куры не успевают съедать. У нас уже их осталось немножко кур. хотела листья у капусты обломать. Дождик не дал. Но он, может быть, сейчас и закончится уже. Черенки росут эти хорошо как цветут. Выкопала я петунью. Самосевом взошла. Я ее взяла пересадила в горшок. Синенькая. А остальные петуньи уже все отцвели. Даже герани обломала. Вот одна еще с хорошим цветком тоже секатором отрежу. И посмотрим, будет у них еще цветение. Если нет, их на зиму я такие оставляю. Но они, смотрю, уже голые стояли. Стебли высокие, голые. А на зиму я их так вот подрезаю. Не знаю, буду ли я их оставлять еще. Здоровья не хватает все это таскать. Тут вот еще геранька. Еще дома одна геранька. В сентябре буду малину пересаживать сама. Как я смогу, не знаю. Вон туда за ту яблоню. По пять штук в лонку. Получится у меня или нет. А красную смородину, что у меня в горшке сидит, вон там, видно горшок. Я ее, наверное, посажу вот где кабачки сидят. Рядом вот с этой смородиной. Ну, не совсем рядом, но на этом клочке. Поближе туда, к сараю. Перекапывать землю не перекапываем. Хожу с полольником и подрезаю сорняки. Через неделю смотрю опять резать еще. Хожу, подрезаю. И здесь тоже все подрезаю клубнику. Опять столько дает усов. Ну и не нравится мне клубника. Что-то на нее напало. Она вся такая... Она не вся, но много кустов. Морщинистые листья. Это какая-то болезнь. Побрызгала я ее, не знаю. Я ее и до этого брызгала и, может быть, и зря брызгала. Может быть, это повлияло. Но не знаю. И вот здесь вручную траву драла. Все вручную. Я второй раз вчера косила косилкой, которая с леской. Очень тяжело заводится. Я ни разу не смогла ее завести. Еле-еле ее завел. Что с ней такое, я не знаю. Бункерная мне понравилась нормально. А вот с леской вот здесь я не докосила уже. Ну, руками повыдрала. Мне ж надо вот эту яблоню тоже отсаживать отсюда. Розу оставлю, а яблоню надо будет куда-то. А куда? Вот, где была звездочка, сюда же и посажу. Она дичка. Что с нее будет, посмотрим. Лет через десять начнет, плодоносит, покажет себя, не понравится, выдерну. Тут вот жарко в террасе. Однако же здесь у меня и свекла лежит, и кабачки на нижнем ряду, галошницы. Это не считаю, что еще на улице кабачки есть. Вот помидоры еще. Здесь помидоры. Здесь помидоры с перцами. Здесь чисто перцы. Здесь малосоль и окурцы. Здесь тоже перцы. Здесь лаванда с семенами укропа. И три баночки сделала маринованный перец. Крышки старые от других солений и вареньей. Так, сейчас я их опять укутаю. Ну, они, в принципе, укутанные. Пусть стоят. Здесь я кабачковую икру никак не могу доесть. А здесь варю куром картошку. Ну, и дома еще вот помидоры. Бесшипая. Ежевика в этом году мало ее. И хорошо. Много мне ее и не надо. Будку собачью разбила. Из досок хвозди доставала два дня. Надоело. Надоели вот эти доски, которые с шурупами выброшу. Я два рейса сегодня сделала с утра. Пол и стену, что ли, какую-то от собачьей будки отвозила вместе с сорняками на тачке на свалку. А вот еще набрала мусора. Но это завтра вывезу. Сама вожу теперь. Кашу сама, вожу сама.